Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр и это Академия Счастья. Мы, как обычно, говорим в видео об улучшении качества жизни. Сегодня поговорим о том, в чем отличается обычная консультация от процессинга счастья, который я провожу людям. Когда человек консультирует или я консультирую, то обычно это идут вопросы и ответы. То есть человек задает мне какие-то вопросы, я отвечаю, выслушиваю человека, то есть говорю ему, возможно, какие-то рекомендации, советы. А в процессинге происходит все совсем иначе. В данном случае я не даю каких-либо советов. Да, я тоже задаю вопросы, но я задаю эти вопросы для того, чтобы человек смог посмотреть глубже в себя, глубже в свой ум и с помощью внимания найти там что-то, что у него накопилось в качестве заряда. То есть это могут быть какие-то случаи, где ему было больно, как физически, так и эмоционально. Случаи неприятных эмоций, страхов, бессознательности, дисгармонии. То есть то, что человек не смог воспринять в тот момент, и оно сложилось у него в уме, который мы называем реактивным умом, потому что он действует на основе стимулы реакции. И когда похожее событие у человека происходит, ему снова становится плохо, то есть у него появляются те же негативные эмоции. Так вот, цель процессинга счастья и всех моих вопросов, это помочь человеку удалить этот весь негативный заряд. То есть удалить его в каком плане? В том, чтобы у него произошло его стирание. То есть когда человек проходит случай многократно, у него происходит точная копия воспроизведения этого. И происходит принятие. То есть не просто человек говорит, я принимаю, принимаю, как многие это делают. А действительно принятие наступает самым наилучшим, естественным образом. То есть когда удалили весь негативный заряд, у человека наступает принятие, потому что ему по сути больше нечего принимать. Он этот заряд весь стер путем своего распознавания и воспроизведения этого заряда. И в этот момент у человека наступает озарение, то есть новое понимание жизни. Потому что он что-то рассмотрел прежнее, старое, то, что ему мешало. И вдруг он понимает, что на самом деле жизнь, она текла у него под действием, например, постулата суждения, что у него все плохо, что он должен болеть. Или что его страдания, они вызваны, ну скажем там, злым роком. Или что он принял, например, в детстве суждения, что ему нужно там страдать, чтобы получать помощь. То есть таких суждений может быть большое количество. То есть самое главное, что человек находит свои собственные суждения и то, как они влияют на его жизнь. И то самое главное, что у него это, когда он обнаруживает, у него это исправляется и больше перестает влиять на него. То есть у него происходит распрямление его жизненного такого трака времени. То есть и происходит полное восстановление его способности видеть, наблюдать, чувствовать, быть здесь и сейчас. Потому что когда человек залип в прошлом, конечно же ему сложно. И я это наблюдал и по себе, и по другим людям, что бывает внимание залипает на каком-то случае. А потом, когда этот случай рассмотрел, боль ушла, и вновь внимание возвращается в настоящее время. То есть уже больше нет необходимости там как-то себя позитивно настраивать или что-то еще делать. Просто мы удаляем заряд и вдруг состояние меняется. Вот такой вот способ. Поэтому, когда я говорю о консультации, я говорю о том, что мы общаемся действительно. Я рассказываю о том, как могу помочь, выслушиваю человека и направляю его к тем шагам, которые уже являются проработкой, то есть процессингом. И сам процессинг это не просто консультация, это не просто поговорить и выслушать. Это действительно проработка, которая помогает человеку трансформировать свое сознание, трансформировать свой ум. И убрать оттуда все как раз негативное, которое там накопилось. И тогда у человека естественным образом появляется счастье, гармония, успех, удача. То есть у него уходит вот эта необходимость жить по карме. То есть когда что-то сделал плохое, получил себе плохое. Может быть не сразу, может быть через какое-то время. Кто-то получает в этой жизни, кто-то в последующих воплощениях. Но самое главное, что когда человек осознанный, у него нет необходимости совершать зло. Как другим людям, так и себе. И поэтому человек начинает жить осознанной жизнью. И этот уровень осознанности, он постепенно повышается. То есть не значит, что там сделал одну сессию процессинга и все, человек сразу стал на 100% осознанным. Нет. Уровень повышается постепенно. Постепенно все больше и больше осознанности. То есть в какой-то момент она может затуманиться, упасть под видом какого-то, под действием какого-то подавления или каких-то очень таких неприятных обстоятельств. Потом снова человек продолжает трансформировать себя. И это такая ежедневная практика, которая называется именно мостом к полной свободе. То есть мостом к благополучию, к свободе, честности, осознанности, счастью. Вот. И тогда человек, который прошел этот мост, у него появляется действительно осознание, что он духовное существо, которое знает себя, знает свои цели, свои планы, знает себя на всех воплощениях. И, конечно же, идет по дороге, по пути к здоровью, целостности и счастью. Вот. И я, друзья, хотел бы вас тоже видеть на этом пути, на пути к полной свободе, гармонии и счастью. Вот. Поэтому, если видео понравилось, ставьте «Нравится», подписывайтесь на мой канал и колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. В среду я провожу прямые эфиры в 19.00, так что тоже буду рад. Присоединяйтесь. Там я расскажу подробнее о процессинге счастья и о том, как можно уже прямо сейчас его начать. В описании также будет моя книга «Миры вечного познания», где я рассказал о том, как люди могут создавать целые вселенные и путешествовать между ними. Во благо, друзья, и до скорой встречи!